Привет всем! С вами ваша Сива Бутэфлай, Серебряная Балочка. Сегодня я собираюсь на вечеринку. И это будет такая таинственная, загадочная вечеринка осенью. И я подобрала несколько ароматов, которые я думаю надеть на эту вечеринку. Первый аромат. Наконец-то у меня потянулась рука. Ким Кардашьян Pure Honey, чистый мед. Не притрагивалась я к нему как минимум полгода, если не больше. И вот наконец-то такая теплая погода, сентябрь, все сошлось. Вау! Вот он этот мед и соты, этот Кардашьян с пчелкой. Так, ну что ж, давайте нанесем. Я аж соскучилась, если честно. Прелестный мед. Обожаю. Ну вот, когда ты хочешь быть такой медовой, такой сексуальной, такой притягательной, пожалуйста, используй мед. Я не знаю, ну кто не любит мед в духах? Я не встречала таких людей. У меня, кстати, немножко подбавилось духов с медом, но это как бы из прошлого и из будущего. Просто я забывала об этом сказать, как-то надо сделать подборку. Сейчас он, мне кажется, таким тончайшим медом, да? А вот раньше он мне казался почти наравне с пчелой. А сейчас такой как бы ненавязчивый мед классный. Обожаю. Наконец-то я его буду носить. Дальше. Вот такой вот натори от натори. Тоже не тянулась рука столько долго, я ждала этого момента, когда же он наступит. И вот наступил. Вот сейчас собираюсь на вечеринку, выбираю наряды и наряды для тела. Вот такой тоже классный наряд. Из серии «Таинственный и загадочный». Вот конкретно «Таинственный и загадочный». Вау! Это какая-то тройной одеколон в сливе. То есть это слива в тройне. То есть слива в кубе. Хотела сказать, в квадрате нет. В геометрической прогрессии. Вау! Так он заиграл еще даже лучшими красками, чем когда я его купила. Причем купила один раз. Ну я уже сто раз рассказываю эту историю. Для тех, кто не знает. Это было, по-моему, в Нью-Йорке. А потом второй раз, когда я была в Бостоне, я опять купила вот такой же. А здесь его нет, в Торонто. Не было и в помине. У них такие классные продукты. У них есть такой крем. А баночки чего стоят? Вот эти вот такие фиолетовые баночки. Вот такие вот. Значит, есть мыло. Такие красивые. Потом парфюмерные наборы. Вот этот аромат намного выше ниши, как говорится, выше ниши. Но недооцененный. А вот качество в нем, я не знаю, сколько они истратили денег просто на саму крышку. Ведь она сделана из настоящего камня, который тяжелый. Так запольнешь и все. Здесь вот это вот окошко в виде, как вот от поломки прикассо, но только вот такая вот жидкость чуть-чуть просвечивает. Тайна и загадка. Прямо таки. Слива и все тут. Слива рулит буквально на рулежке. Этот аромат, кстати, обязывающий. Иногда хочешь надеть, нет настроения. Или нет вечеринки. Вот ничего не сходится. А вот сейчас почти сходится. Сейчас посмотрим, что же я выберу. Я сама не знаю. Так, это сюда. И мы идем дальше. Ну, конечно, как же я могла обойти мимо? Анна Клайн 2. Вот этот. Это, можно сказать, открытие 2023 из прошлого. Я не могу нарадоваться, что я его имею. Сейчас побрызгаем. Вау. Ну, такая. Знаете, странная женщина, странная. Ну, в общем, странная, магическая, таинственная, загадочная женщина пришла на вечеринку, где она абсолютно не в теме, но все равно тусуется. Здесь и какие-то многотравия, и такая горькая медовость. Прям такой сентябрь, можно сказать, шуфутина в день. Сказала бы я. Это вот мне так поздравили с днем рождения на шуфутина в день. Вот это да. Я, наверное, должна была в нем красоваться. Но я уже не помню, в чем я красовалась. Но мы идем дальше. Вот еще одна находка. Выпущенная давным-давно, в 2008-м, а осознанная только сейчас, в 2023. Это же что-то с чем-то. Как я могла вообще пропустить такие дела? Secret Obsession от Келвина Клайна. Ну, смотрите, ну это же не красота, разве? Так. Это вот настолько достойный аромат, и я даже не знаю, что еще лучше можно придумать. Ой. Кстати, когда я делала репортаж вчера, распаковку, легла спать, прозываюсь, и от меня так вкусно пахнет. И, опять же, вот нет вот этой ноты, которая меня бесит, душит. Вот из современности я описала эту ноту в том клипе. Обязательно посмотрите. Уже не знаю, что я первое поставлю, это или то, но это стоит того, потому что я ее описываю как резиновую, кокосовую, противную, тошнотворную. Так вот, в современных ароматах почти во всех она есть. Она иногда испаряется, дает дышать людям, а иногда просто оседает на коже, и все. И потом охота вот так скраб-скраб-скраб, это по-английски скраб-скраб, вот так все стереть со своей кожи. Вот эта же латинка сегодня по-другому даже заиграла. Эта тубероза стала какая-то более нежная. Вау. Так. И что у меня остается? Анигуталь. Теперь я пинаю себя, потому что они ушли со сторон-то полностью, а были такая бутылочка, это же что-то с чем-то. Вот это Анигуталь, ну и Конфидан. Такая вот ночная бабочка, но кто же виноват? Ой, мой кот. Я теперь его берегу, даже боюсь, используя на пальчик, но я слышу это с пробирочки. Вот так охота, чуть-чуть. Это такой горький георгин в обрамлении вот этих вот золотых шаров. Какая-то сладость розы. Вот это все вместе осень, такая вот бабье лето, сентябрь, хотя может быть и октябрь. Вот это вот оно. Вот с таким ароматом тебя сразу заприметят. Это факт. В общем, это тоже кандидат на нанесение на вечеринку, чтобы тебя запомнили. Дальше, мне кажется, вот в этом тебя запомнят на всю жизнь. Не только на вечеринку. Это Femini de Bois от Shiseido. Говорят, что они очень сильно отличаются от Serge Lutane и вот это Femini de Bois. Я даже не знаю, что сказать. Я пробовала несколько раз в магазине, но там такая какофония звуков, и вы не можете полностью остановиться, успокоиться и послушать. Но вот этот я так берегу, что я не могу. Это на блотер лучше на себя. Ой. Ну это вот такая горькая женщина, горько-сладкая женщина. Вот эта вот песня, которую я недавно прослушала заново. Ах, какая женщина, какая женщина, мне б такую. В шумном зале ресторана, средь веселья и обмана. Какая-то там муза какого-то поэта. Я забыла слова. Ты сидишь слегка напротив. Ты сидишь в полоборота. Вся в лучах ночного света. Господи, боже мой, мне не надо петь эту песню. Пусть поет мужчина. Но это вот что-то. Вот это, ах, какая женщина, мне б такую. Фоминиду вуа. И последний в этой подборочке. Могло быть еще четыре, но я уже оставила это на следующий клип. Вот это Spellbound I still order. Опять же, меня тянет 40-ка вот именно в такую теплую, классную погоду. Сейчас где-то 21 градус тепла. Солнышко. И вечером будет, ну, может быть, где-то 20-18. В самый раз. Вау. Это вот такие розы из прошлого, которые можно носить в настоящем. Опять же, с немножко тайной загадкой, с животинкой. Медовая роза такая. Ну, настолько классный, насыщенный аромат. Вот один из таких насыщенных в духе корон, как вот у меня есть. Он по фамфу корон вот этот. Когда она, мужчину держит за одно место вот так в клипе. То есть не в клипе, а на рекламе. В рекламе. Господи. Вау. Это и корица в меду, и какая-то слива в меду. Тут, кстати, много чего со сливой. Например, вот этот Obsession, Secret Obsession, здесь тоже рулит слива. Но она такая немножко вот загадочная, как вот, я не знаю, какая-то книга. А вот здесь, она вот сексуальная женщина. Ну, я даже не знаю, я теряюсь, что мне делать. И этот хорош, и этот хорош, и открытие года тоже. И, конечно же, ой-ой, Femini de Boa. Выбирай на вкус. Ну, в общем, буду думать, решать и собираться. Я полетела. Всего самого-самого хорошего. С вами была Сила Бетафлай, Серебряная Папочка. Пока-пока.